И фото не нужно, и бананы не нужны. Послушай, если мы посмотрим вот сюда, идея сделать водоотвод правильное, исполнение какое-то идиотическое. В лесу, как партизаны, бегают крестьянские дети. Новые дома появляются, новые вкрапления, то есть взяли вот и построили такое бетонное говно. Что это за пальмы шумят у меня за окном? Мы с вами находимся на острове Сан-Томэ. Это называется страна Сан-Томэ и в принципе. Собственно два острова. Они мало чем интересны, вы навряд ли про них слышали, потому что после Сейшельских островов это наименьшее островное государство в Африке. Это самая маленькая португальская колония в мире. Делать здесь, судя по всему, нечего. Остров малюсенький и сегодня объедем его весь на машине. Расстояние между двумя островами 140 километров. Португальские мореплаватели открыли в конце 15 века. Вот так вот. Первое поселение на Сан-Томэ было основано в 1493 году. Основной сельскохозяйственной культурой выращиваемой на Сан-Томэ и Принципе является какао, доля которого в экспорте составляет более 80%. Объемы производства пищи очень малые и не могут удовлетворять потребности населения. В Википедии целая статья про права человека на Сан-Томэ и Принципе. Права человека в целом уважаются, хотя существуют определенные проблемы. Сан-Томэ и Принципе одна из 11 стран Африки, расположенных к югу от Сахары, которые были названы свободными в обзоре «Свобода в мире» в 2006 году. Сан-Томэ и Принципе. Вы поняли правильное название этого замечательного острова. И что можно сказать, даже в столице, даже в самом центре столицы дороги. Они настолько, что при скорости 10 км в час машину трясет, колбасит. То есть какие-то вот ямы, ямы повсюду. В общем, полнейший, да, полнейший. Как сегодня мы будем ездить по острову, я не понимаю. Спросим у дорожника, который сопровождает нас в этой замечательной турне по африканским странам. Почему на Сау-Томэ и Принципе такие плохие дороги? А здесь всё. Ну, как бы, тут нет ничего, что бы делало эти дороги хорошими. Нет материалов, нет техники, нет обычного персонала, нет большого количества дорожных компаний, которые могли бы обеспечивать конкуренцию хоть как-то, и хоть как-то там этот процесс оживлять. Поэтому будут плохие дороги. Поэтому здесь будут плохие дороги. И это исключительно хороший пример, как не надо работать. Потому что если мы посмотрим вот сюда, идея сделать водоотвод правильное, исполнение какое-то идиотическое. И поэтому в результате этой всей работы мы имеем вот такое качество в итоге. А почему? По причине распределения. Само собой, но они не умеют, они понимают всё, они не умеют. При том, что кто-то здесь правильный был, есть две фракции, которые, ну то есть не всё так просто. Бетономешалка, это не работает, эти две фракции используются неправильно. Но кто-то здесь был, он незримо тут присутствует. Значит был он здесь в последний раз в 1975 году, когда вот это вот Сантомо и Принципе получили независимость от Португалии. Ну что, вот такая вот тут красота. Осталась вот какая-то колониальная португальская архитектура. Тут вот женщины продают фрукты. Здесь у нас супермаркет Интермар. Видите, такой приличный даже супермаркет. А вот здесь уже всё разрушено. Ну неплохо, неплохо. Центр города, такой приятный, погулять. Черепичные крыши. Смотрите, какая прелесть. Сейчас зайдём в супермаркет, посмотрим что почём. Вот так вот выглядит супермаркет, красиво. Прямо хороший супермаркет. Здесь чай продаёт, различные алкогольные напитки и большой винный отдел. Друзья, я прямо приятно удивлён. Приятно удивлён этому разнообразию. Импортное пиво. Ты ожидал увидеть такое количество хороших португальских вин. Ну ладно, ладно, ты придираешься. А я вижу огромное количество шикарнейших португальских вин. Шампанское стоит просто вот так вот. Вот видишь? При этом Дом Пиреньон даже шестого года, даже без этой штуки. Потому что никому оно не нужно за 9500. 1900, да. Корвуазье 1200. Водка даже есть. Нет, тут всё нормально. Да. Сыры. Сыры на любой вкус, французские. Подожди, а вот смотри, тут колбаски. Колбаски на любой вкус. На первый взгляд, слишком много какого-то левого народу подходит, когда что-то впаривает. На центральной площади стоят менялы, которые что-то продают. Какие-то попрошайки. Народ такой назойливый, что неприятно. Смотрите, какая старая касса. Невероятной красоты касса. Дороги говно, тротуары говно. Всё разваливается. Бедненько, бедненько. Тут все что-то на улице продают, толкают. Тут какие-то наклейки, стикеры. Повсюду мотоциклы. Вон ребеночек. Аптека. И что у нас в старой аптеке? Шприцы. Ну выбор так, невелик. Потом можно купить 96% спирт. Мы подошли к рынку. Интересно, как здесь народ реагирует на съемку. Пока не очень хорошо. Все начинают ругаться. Продают бананы зеленые для готовки. Лаймы. Какие-то местные овощи. Чеснок. Уголь. Мясо здесь у чувака. Здесь кого-то чешут. Ваши бананы не нужны. Лимон. Лимон? Нет. Фото? Нет. И фото не нужно, и бананы не нужны. Мы пошли. До свидания. До свидания. Здесь уже рыбка пошла. Рыбка. Осьминожки. Рыба потрясающая. В общем, тут своя атмосфера. Кто-то в карты играет. Кто-то музон слушает. Какое-то непонятное бухло. Маленький тунец. Это ж тунец? Нет, это не тунец. Это какая-то это. Что это? Фун-фун. Рыба называется фун-фун. Рыба называется фун-фун. Что это? Перец такой самый острый. Самый острый? Самый острый. Его можно съесть? Он пи***ц. Ты можешь попробовать, но он пи***ц. Возьми, просто надкуси. Я не хочу. Я не хочу. Я воздержу. Все орут. Все кричат. Тут какие-то тряпки. В общем, красиво. А вот здесь автостанция и куча маршруток. Общественный транспорт представлен микроавтобусами Toyota. Ну, народ так довольно нервно реагирует на камеру. Но драться не лезет. Да, повсюду маршруточки. Вообще, с виду город был маленький. Я даже не мог себе представить, что столько будет маршруток, такси и такой большой рынок. Судя по карте, здесь всего несколько улиц. И все эти улицы это рынок. Вон даже есть реклама, что мусор нужно выбрасывать в контейнеры. Местная денежная единица называется Добра. И вот здесь реклама новых добр. Их сделали пластиковыми. Теперь они такие красивые. Раньше были обычные бумажные, теперь пластиковые. И какой-то чувак на плантации говорит, берегите нашу добру, родную. Центральная площадь. Рядом с каким-то административным зданием. И здесь наш гид пообещал хорошее пиво. И легендарная брусчаточка португальская. Смотрите, видите, площадь вымощенная такой португальской брусчаточкой. А я вам напоминаю, что это бывшая Сау Томи и Принципи. Это бывшая португальская колония. Самая маленькая португальская колония. Площадь независимости. В 1975 году получили независимость от Португалии. А вот президентский дворец, розовое здание. Это президентский дворец, который строго-настрого запрещено снимать. Мы заметили, что в гостинице есть флаг, который висит вверх ногами российский. Поэтому сейчас вешаем его правильно. Пришла охрана, наводим порядок, восстанавливаем справедливость. Ну а кто-то должен сделать это. Во! Все! Теперь порядок. Теперь российский флаг висит правильно. В лесу, как партизаны, бегают крестьянские дети, которые требуют деньги. Так, а мы едем дальше на плантацию. Вот так вот выглядят местные деревни. Вот тут местное население. Домики. Красота неописуемая. А так вообще острова, они практически все одинаковые. Что в океане, что на Карибах, что вот вокруг Африки. Эти вот экваториальные острова, бедные, где плохо развит туризм. Они вот везде примерно так и выглядят. Здесь река, где массово занимаются стиркой белья. То есть, это вот так вот происходит. Бонжур! Вот смотрите. Река. И тут десятки, десятки женщин стирают белье. Сидя на таких каменных островках. А потом раскладывают его на камнях, где оно собственно уже сохнет. Здесь детишки купаются. Вот у них какие-то ящички. Смотрите, как мило. И это с двух сторон вот эти прачки. С одной и с другой. Вот с другой такая же картина. Вот до горизонта. Под этими потрясающими высокими деревьями. Десятки женщин стирают белье. Только что на меня прыгнуло это чудовище. А куда причем? Ну не понятно, она сверху как-то прыгнула на меня. Ну в общем... Я думал, какая-то ветка упала. Ну рассказывайте, что стираете. Стирка идет. Хозяйственные. Молодцы! Не французский, английский. Ты говоришь английский? Нет? Нет. Ну на нет и сюда нет. Смотрите, как красиво. Вот. Все стирают. Все заняты делом. Мы не пойдем проверять, но видно, что они там стоят дальше далеко-далеко-далеко и все стирают. Сегодня четверг. Есть предположение, что стирка как раз по четвергам. Чистый четверг. Идешь, такое впечатление, что по пляжу в Адлере боишься наступить на чье-то полотенце, брошенное на камнях. У нас у русского человека, кто умеет пройти в разгар сезона по набережной с чебуреком под мышкой, проблем не возникает. А потом сюда приезжает маршрутка и народ с своим бельем на маршрутке уже разъезжается по домам. Мы приехали на кока-ферму. Кока-бобы-ферму. Какао-бобы. Какао-бобы. Это остатки какой-то узкоколейной дороги. Раньше здесь, видимо, ходили вагонеточки. Старые здания, все еще португальская архитектура, промышленная. Вот раньше умели делать? Да. Это сейчас какой-то ангар построят и все. А раньше вот промышленная архитектура, как маленький дворец был. Старые еще названия, черепичная крыша. Сейчас фабрика закрыта. Вот там была фабрика, а здесь дома, где раньше жили работники фабрики. Дома, кстати, симпатичные, такие красивые, черепичная крыша. Но сейчас здесь начали производить уплотнения. Видите, все дворы осовременили, а точнее сделали везде пристройки, настройки, достройки. Прямо как в Махачкале. Здесь уже даже не поймешь, где что начинается. Здрасте. Современный уровень жизни пониже. Здесь вот рыбу продают. Красивая деревня осталась. Красивая деревня. Боюсь, сейчас мы получим селедкой. Сейчас чувак как развернется и бревном за то, что его снимают. А вот здесь такой как рыночек. Здесь вот прямо на улице ребенка какого-то моют, который плачет и вырывается. А вот видите, здесь уже новые дома появляются, новые вкрапления. То есть взяли вот и построили такое бетонное говно. Это тоже какой-то домик в лес. Кухни какие-то готовят на улице. Вот между домами общая кухня. То есть просто деревянные перегородки и двери. Сейчас нас выгонят, но пока не выгонят, я вам покажу. Здрасте. А можно посмотреть? Можно посмотреть, да? Как у вас тут? Вот. Супер. Добрый человек. А, то есть это вот. А, и там за занавеской он спит. Здесь стол. Так вот. Да. Жопа совсем. Какао-деревья. И вот тут растут какао-бобы. То есть они еще не готовы на таких деревьях. Вот так вот они прямо из ствола растут плоды. Потом они так наливаются, их срывают. А внутри этого ореха будет какао-бобы. Или как-то внутри этой кожуры. А тут прямо такой гигантский. Гигантский бобяра. Смотрите. Ух ты. Вот это да. Вот это вот. Он уже созревший. Смотрите, какой большой. Но он не высохший. Сушат. Смотрите, какой огромный. С моей рукой. Сейчас мы быстро посмотрим, что внутри вот этого шоколадного боба. Ты видел, что у него внутри? Шоколада мы не видели в немягком состоянии. Давай, режь. Режется? Режется, режется. Незрелые бобы. Все, незрелые бобы пахнут как незрелый арбуз. Тут на горе, друзья, живет президент Саут Томе и в принципе. Вот там вот он живет. Это второе повеличение города. Как обычно, на главной площади заправка. У них вообще в самых лучших местах города автомобильная заправка находится. Я не прав. Конечно, заправка должна быть в хорошем месте. А как заправка? Проблема была в Советском Союзе такая. Поскольку были квоты на бензин, то заправки все строили, старались строить в стороне от дороги, чтобы сохранить как бы от транзитного трафика сохранить свой бензин. И поэтому их куда-то запинючивали в какие-то... Никто лишний раз, чтобы никто случайно заправил. Чтобы никто случайно не заправился, да. А в 90-е годы, когда ситуация поменялась, и когда стала коммерция, и, естественно, никаких квот на бензин не стало, то, безусловно, владельцы заправок были заинтересованы в том, чтобы максимально привлечь туда трафик на заправке. И тогда их стали двигать в те места, где народ как бы заправлялся. И тогда же была принята вот эта концепция, что как бы никакой проблемы... Ну, это действительно проблемы нет ни с пожарной, ни с какой точки зрения. Ты заправку можешь поставить в любом нормальном месте. Единственное, что привлекает трафик, она создает там очень неудобств. А сама заправка, ну, как супермаркет. Ну, да, ну, вот заправка. Вот так вот, друзья, по этой причине в лучших местах на центральных площадях Сау Томи и Принципе у нас располагаются не фонтаны и сады, а АЗС. Всё, мы приехали на кофейную плантацию, и прямо сейчас мы увидим, как делают кофе, да? Да. Да, да. Так вот. Это очистка, это они очищают зерно и получается это очищено, а вот обжарка, вот же у нее это обжарочный автомат. Ты понял, что девочки одно за одним зерно отбирают по цвету и размеру. Вот так вот, смотри, вот так раз, раз и остается кофе. И потом, после того как его здесь очистили, девочки вручную отбирают каждое зерно. Это плохое. Да, но они темные засохшие отбирают и все. Да, все, это уже готовое. Зерно готовое. Да, ну обжаривают вот здесь. Так, сейчас чувак нам что-нибудь приготовит. Ну смотри, судя по тому, что у него холдеры не вставлены в рабочую группу, приготовит он нам говно. Друзья, пока Юрий объясняет товарищу, почему он не вставлен в рабочую группу. Я вам скажу пять составляющих успеха. Первое, это конечно же зерно. Зерно, без зерна никуда. Должно быть хорошее зерно. Потом, это обжарка. Правильная, грамотная обжарка. В-третьих, это оборудование, на котором потом вы будете готовить кофе. В-четвертых, это вода. Кофе без воды никуда и качество воды влияет на качество напитка. Ну и пятое, это мастерство человека, кто кофе готовит. Я не знаю, что здесь за зерно, но по всем остальным пунктам полные, поэтому кофе они готовить здесь не умеют. Качество саутомийско-принципанского зерна тоже не знаю, потому что в Москве я его не пробовал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова